Здравствуйте, мои золотые! Мы сегодня посмотрим, хочет ли он всё изменить и что будет делать для вашего будущего совместного. Итак, хочет ли он всё изменить? Ну, он вообще расстроен, переживает, думает, что уже ничего изменить нельзя, что самое лучшее уже позади, да, и вон такой вот неопределённости стоит. Но, но, через какой-то период времени он будет действовать, действовать, и это причём недолгий какой-то период времени он будет действовать, потому что вы ресурсная, интересная, привлекательная, такая женщина, которая сделала сама себя любимую, которая знает цену деньгам, да, которая знает цену себе, то есть действовать он тут планирует. Здесь разрушение чувств, эмоции связано с какой-то поездкой, то есть он оценил, понял, проанализировал, но он хочет всё вернуть. Он хочет вернуть вашу тепло, заботу, внимание, чувственность. Он хочет здесь выйти победителем, он будет думать, как вернуть вот это вот чувство удовольствия, да, как бы получая с вами эмоциональное удовольствие. Сейчас он поплачет, попереживает и повернётся уже лицом, начнёт как-то действовать в вашу сторону. Так, что он тут будет делать, как будет делать? Так, пока сидит жадничать, не даёт эмоций, уходит, несмотря на чувства, в сторону со своей любовью, не дарит вам подарки, не даёт никаких денег. Так, смотрите, он сейчас, знаете, как, даже чувствуя себя вот этой, как бы такой холодной звездой вдалеке, да, он пытался общаться с несколькими женщинами. Но в результате понимает, что общение со многими женщинами – это одиночество вдвоём, втроём, впятером, то есть он, в принципе, никому не нужен. И у него приходит такое понимание, да, что, ну, ничего не радует, ни с кем неинтересно, не спит на чай, думает об этом, анализирует, да, то есть как бы что-то он сравнивал. Хочет он победы, хочет он восстановления отношений, хочет он с вами брака семьи, хочет он с вами, вот как женщины другой страны, других традиций, других пониманий, восстановить отношения и быть там таким, знаете, манипулятором. Победу он здесь хочет, всё вернуть хочет. Яркий, инфантильный, харизматичный такой ребёнок. Он безумно вас ревнует. Человек, знаете, не столько вот уходит в зарабатывание денег, сколько пытается как-то заполучить вот то, что было, и всё время что-то об этом думает. Получил он от вас такой сильнейший удар, окончание отношений, то есть вы поставили точку, да, то есть зацепили своё его эго. Он даже не ожидал, что вы сможете так вообще легко уйти. Поэтому он безумно хочет вернуть это отношение. Ещё здесь такой момент. Человек жаден до других денег, человек подвержен каким-то вот искушениям, да, то есть он искушение денег, вот он хочет обладать чужими деньгами, да, человек жёсткий, жестокий человек такой, знаете, вот готов нагибать даже того, кого он безумно любит. Так, несмотря ни на что, он пытался от вас уходить не один раз в надежде, что вы будете за ним бегать. Сейчас ему придётся очень много вкладывать в вас денег и энергии. Ему придётся балансировать и делать выбор, потому что он не видит другой женщины для ресурсного брака, да, то есть ему придётся возвращаться, подползать и снова строить ваши отношения. Ему придётся раскошеливаться, дарить подарки, хотя у него есть определённые какие-то ограничения. Смотрите, сколько тут карт старших арканов, то есть вообще вот высшая сила эту какую-то ситуацию рисует. Здесь вы для него как тайная семья, тайная женщина. Он такой император-самодур, очень сложно что-то изменить в его жизни, да. Вы человек, который его проучили, то есть вы женщина такая, знаете, или обладающая какими-то способностями, или думающая такая, которая просто выиграла у него определённую войну. Вот смотрите, император-самодур снаружи, а внутри пажа кубков, который не умеет ни ухаживать, ни добиваться, ни завоёвывать, любит только спорить, ссорить, конфликтовать, и нет никакой определённости, да, то есть только качает энергию. Что здесь идёт по судьбе? По судьбе он имел всё, имея вас, и остался без вас, бедный, несчастный, даже деньги потерял какие-то, да, то есть чувствует, что без вас он не справляется, то есть не вывозит мозгов своих у него, не хватает. Вот, вы императрица, умница, красавица, постоянно о вас думает, проходит тяжёлую трансформацию, вы поставили точку в отношениях, вы холодным умом, с острым языком, с таким, с холодным разумом сделали определённый выбор. И он рассчитывает на тот шанс, что он вас заполучит снова, да, то есть что у него есть все способности вас заполучить, но он думает, как это сделать, и думает, что надо подкатывать здесь со своей любовью. Интриган, конечно, изменщик такой, со своими планами Наполеона, выбор он будет делать вашу сторону, вы слишком сильный человек, сильная любовь у него здесь, вот, кармическая любовь, которую невозможно бросить, он её не прошёл. Сейчас он висит, как бы, да, вот в этой ситуации, в иллюзиях, фантазиях строит планы, как он будет у вас завоёвывать в надежде на какие-то прошлые воспоминания. И всё время что-то он строит по поводу иллюзий, как снова у вас что-то начнётся, как легко у него всё получится. И несмотря на сложности, трудности, у него получится не только помириться, но и удержать свой статус. Статус, он у меня, правда, только обещаний много, дел мало. Но он хочет гармоничного брака, он думает, что он с вами будет безумно счастлив в своей любовной любви, да, и здесь ещё такой момент, он сейчас уже готов взять ответственность и заключить с вами официальный брак. И он чувствует, что он тогда одержит победу, вы, наконец-таки, встретитесь, и тогда он разобьёт вам сердце, как вы ему разбили это сердце. Такие вот у него глупые иллюзии. Как же оно будет на самом деле? Ой, кто таких вообще мальчиков воспитывает, которые не понимают, вообще не пытаются изучить женскую психологию, да? Уже женщины переросли на голову всех мужчин. Так, смотрим уже, что он всё-таки будет делать. Вот он тут думает, а делает, что он будет для вашего будущего. Так, пока стоит на якоре. Только стоит и мечтает. Мечтает о семье, о браке, о любви, о взаимопонимании. Вы знаете, вот как я всё время говорю, когда выпадает девятнадцатый аркан мусульманства, это говорит о том, что мужчина может быть мусульманцем, мусульманской национальности, а у них такое, что им даст Аллах. Вот, Аллах как бы даст брак, значит будет брак. Аллах даст деньги, значит будет деньги. Вот он все это мечтает, когда ему даст Аллах. Будет он тут, знаете, какую-то денежку и подарки вам какие-то делать, ну такие, прямо одной рукой давать, другой забирать. Прямо вот жадность ему не позволяет. Будет болезненно переживать на эту тему. Переживать он будет по поводу того, что будете вы его ждать, что вы родите ему ребёнка, что вот вы будете за ним ухаживать, когда он будет больной, что вы будете с семьёй. А он у вас ещё, главное, из кармана будет воровать деньги. Очень интересно, потому что у него есть какие-то ограничения, переживания. Ещё он думает о том, что он вас посадит за решётку и будет видеть только он вас. Очень обеспеченный человек, но почему-то в голове всё время залез чужой карман. Может быть, поэтому обеспеченный. Так, будет он стараться делать для вас много тяжёлый труд. Сейчас приходит время как бы его тяжёлых трудов. Потому что он понимает, что вот этот вот разрыв, о котором вы ему сообщили, да, он надеется всё-таки на шанс, что вы будете его женой. То есть он надеется, что вы с кем-то разорвёте отношения или разойдётесь и станете его женой. Так, он считает, что вы женщина его важная женщина, статусная женщина. Что вы ему дадите уют, комфорт. Что вы поднимете его семью на какой-то уровень. Что он благодаря вам построит какую-то высокую карьеру. Что будете вы получать какие-то подарки небольшие, да, за свою помощь. И то, что он вас любит, это вы должны прямо ему отмолиться. Приехать он собирается, думает об этом, размышляет об этом. На выборе он стоит. То есть всё время мысли о любви приехать и завоевать. Считает вас такой фальшивой персоной. Да, что вот он считает, что вы богат, отделиться не хотите. Такой мальчик с наклонностями. И что вы очень много работаете, он считает. А он такой бедный, несчастный. Бросили его. Да, но всё время мысли только о вас. И вот ему мешает, знаете, прямо статус. Официальный такой персон. Он занимает высокий статус. Он думает, что он вас осчастливит предложением официального о браке. То есть будет свадьба. То есть вы прямо в мечтах человека, который уже с вами и женился, и детей народил, и, короче, посадил вас в ограничения. Вы там, наверное, ходите на работу и не в курсе, ждать, что на вас уже женились. Вот кому интересен такой расклад. Заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.